А у нас заявление о преступлении. Вот следственный комитет. Небо и земля. Я бы порекомендовал обратиться к нам, как минимум. Ну, либо и в следственный комитет, и к нам. Скажите, пожалуйста, а с кем я общаюсь? Зависите, начальник отдела. Вот сейчас, собственно, государство. У меня фамилия Сергея Сергеевича. То есть у нас здесь проблема, правильно я понимаю? Мы не можем усвоить видеозапись. Видеозапись нам может существовать. Не можем. И даже аудиозапись мне нужно существовать. Запрещу использовать мое изображение. Вы употребляете своим положением, вы понимаете? Вы сейчас говорите, это гражданское правоотношение. Вы вправе будете обратиться в суд. Вы сейчас свои хотелки пожелали, понимаете? Но это никак не связано с законностью. Я не могу. Хорошо. В этом ничего страшного. Все, отлично. Видите, у меня пришли к консенсусу. Скоропостижно после публикации ролика судья ушел в отпуск. У меня к вам огромная просьба. Когда вы досмотрите его до конца, обязательно распространите среди ваших друзей и знакомых. Необходима серьезная глазка. Я считаю это беспределом. Я прошу обратить внимание каждого водителя. Поддержать водителя. И распространить этот сюжет, который вы сейчас смотрите, максимально широкому кругу лиц. Друзьям, знакомым, родственникам. Это очень важно. Поддержите, пожалуйста, водителя. Потому что на его месте мог оказаться любой из вас. И вы это прекрасно понимаете. Друзья, мы теперь в Следственном комитете, в Рамонском Следственном комитете. И идем подавать заявление о преступлении, которое было совершено в отношении Алексея. 28 марта 2020 года я пополен Алексею Алексеевичу, находясь возле своего дома по улице Чусова, дом 30. РП Рамонь в Воронежской области был незаконно с применением физической силы задержан сотрудниками ГИБДД Наумова и Ползова и доставлен по адресу улица Чусова, дом 1, РП Рамонь в Воронежской области для составления административного материала по части 1 ст. 12.8 КОЛАП РФ Считаю действия сотрудников ГИБДД Наумова и Ползова в отношении меня незаконными. Считаю, что в действии сотрудников ГИБДД Наумова и Ползова имеются признаки состава преступления предусмотренного статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Прошу провести по изложенному настоящее заявление фактом проверку, установить виновных лиц и привлечь их к ответственности. Что-что? А у нас заявление о преступлении. Ознакомьтесь с заявлением, оно подготовлено. Вот я могу сказать, какая разница между сотрудниками полиции и следственным комитетом? Никаких вопросов вообще. Вадим Серов. У меня вопросик, вы тогда не публикуете эту запись? Именно объяснение? Именно объяснение? Хорошо, договорились. Я все договорюсь, услышал вас хорошо. Удивительно просто разница между следственным комитетом и сотрудником полиции. Если в полицию приходишь и начинаешь фиксировать, то всегда какие-то вопросы. Первый вопрос. Вы провокаторы, вы здесь пришли провоцировать нас всех, здесь запрещено снимать. Вот следственным комитетом. Небо и земля. Все, спасибо. Все, до свидания. Здравствуйте. Это Вадим Юрьевич Угал, по голосу вас. Очень приятно, что узнаете. Скажите, пожалуйста, мне вот Алексей сказал, что вы вчера ему звонили, правильно понимаю? Да, все верно. По какому поводу звонили? Хотел предложить ему, чтобы он прибыл к нам для написания заявления по обстоятельствам совершения в отношении его противоправных действий сотрудниками ГИБДД. То есть вы усмотрели, что они беспределом занимались там, я так понимаю? Ну, согласно тому, что выложено на вашей странице, формально усмотрено мной, по крайней мере. Я не являюсь следователем, не являюсь каким-либо независимым профессиональным лицом. Формально я увидел, поэтому предложил. Скажите, пожалуйста, а в какого рода, вы просто проверку хотели бы там провести? Ведь это компетенция следственного комитета, насколько я понимаю. Компетенция следственного комитета, но вы должны быть наверняка в курсе о том, что следственный комитет не проводит какие-либо оперативно-розыскные мероприятия и так далее. То есть любыми проведениями оперативно-розыскных мероприятий занимаются другие органы. Да, все верно. Я это понимаю, прекрасно. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, такая информация еще от Алексея поступила, что вы, позвонив, сказали, чтобы он не взаимодействовал со мной, с Вадимом Юрьевичем Серовым. Это правда? Это высшор перестаситель Алексея. Он правильно меня понял? Я ему сказал о том, чтобы, если он не понимает о том, что я говорю, чтобы он дал мой телефон своему адвокату, и чтобы адвокат со мной связался. Вот о чем была речь. А адвокат зачем там нужен? Вы же говорите, заявление от Алексея необходимо. Потому что Алексей Алексеевич испугался, когда я ему позвонил, и он говорит, мне сейчас некогда, у меня там что-то с генератором случилось. Ну, это действительно так, проблема с машиной. Что-что? Это действительно так у него была проблема с машиной. Вот, и поэтому, соответственно, я подумал, что, может быть, он испугался, кто ему звонит, не понимает ситуации, и как по голосу я понял, он мне как сказал, что я не понимаю, от чего от меня хотите. Ну, можете тогда передать мне телефон своему представителю, я ему объясню. Скажите, пожалуйста, я вас услышал, скажите, пожалуйста, а если мы просто подадим, мы сегодня планируем, значит, в Следственном комитете зарегистрировать заявление о преступлении, этого будет достаточно, чтобы к вам не обращаться, дополнительно не ездить? Сами понимаете, Рамонь-Воронеж все-таки... Ну, как бы, в принципе, вы вправе обратиться, куда считать нужно, но я бы порекомендовал обратиться к нам, как минимум, ну, либо и в Следственный комитет и к нам, потому что пока Следственный комитет рассмотрит ваше обращение, пока они примут решение о направлении поручения нам, пройдет определенный срок. Поэтому вы потеряете время, и мы вместе с вами. Скажите, пожалуйста, на что может повлиять вот то, что мы не подадим к вам? Они могут уйти от ответственности? Да ни на что не повлияет. Я вас понял. Только на время, только на время. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, а с кем я общаюсь? Вы видите, начальника отдела, отч. собственной безопасности. Глуба, фамилия Сергея Сергеевич Зава. Очень приятно. Я вас услышал? Хорошо. Если мы все-таки окончательно примем решение, что дополнительно необходимо будет подать заявление и в собственную безопасность, то мы так и сделаем. Я так понимаю, по этому телефону с вами мы уже будем связаться и принести заявление. Да, конечно. Звоните. Я ему и оставлял. Для этого свой контактный телефон. Хорошо. Все, тогда спасибо. Ну, все-таки, все-таки рекомендую к нам приехать, даже после следственного комитета, чтобы мы не теряли время, скажем так. Есть определенные ситуации, которые я вам не могу объяснить. Я вас понял. Хорошо договорились. Спасибо. До свидания. Так, мы находимся у собственной службы безопасности. Называется, вот здесь можешь отснять оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД России, ГУ МВД России по воронежской области. Здравствуйте. 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 Коллеги, ну, к сожалению, в нашем здании видеозапись... Запрещена? Невозможно, да. А почему? Есть федеральный закон о защите государственной тайны. Так, мы никакую тайну похищать не будем. Знаете, я вас перебью, прошу прощения. Вот мы только что были в Следственном комитете. Знаете, вот удивительно. Ну, мы там, вплоть до того, мы же сошли в помещение, зашли в сам кабинет. Сотрудники Следственного комитета не обладают допуском, соответствующим государственной тайны. Так, по-моему, государственная тайна, здесь у нас речи не идет вообще. И наши помещения являются режимными помещениями, и съемка этих причин. У них точно такой же пропускной режим. А все это то же самое. Мы очень баги. Следственные действия какие-то вы проводили бы, да, вопрос никаких. То есть у нас здесь проблема, правильно я понимаю? Мы не можем усмотреть видеозапись. Видеозапись нам может участвовать, если я у него съемка. И даже аудиозапись мне нужно усмотреть. Аудиозапись нам нельзя. Мы можем принципиально включить аудиозапись, к вам пройдем? Мы видео выключим, аудио... Вы принципиально это можете сделать, но пойти с этой записью к нам вы не можете. А как, вы телефон изымаете? Мы их не изымаем. Так, а у меня будет включен диктофон. Как вы это проверите? Тогда мы с вами не пройдем к нам. Так, а как вы проверите? Может, у меня выключено, может, включен? Вот скажите, тупиковая ситуация. Вот то же самое с видеозаписью, что мы же ничего не скрываем. Вы пришли, вы сказали, позвонили, сказали, что хотите помочь в этом вопросе. Так скажите, вот какая помощь сейчас от вас будет, если вы нам даже элементарных вещей просто запрещаете видеосъемку? Вадим Юрьевич, я ее вам запрещаю, потому что это запрещает наша законодательство. Так мы же к вам в кабинет не документы никакие-то фиксируем. Есть конкретная ситуация? В рамках этой ситуации по-моему вращается. В нашей беседе с вами мы, возможно, будем разрабатывать определенную тактику по ведению дальнейших мероприятий. Так мы пришли для сейчас написания заявления. Для того, чтобы написать заявление, значит, вы также попросите выключить видеозапись? Для написания заявления нет никаких абсолютно. Вот. Вот скажите, пожалуйста. Проблема единственная в том заключается, что для написания заявления тогда нам необходимо будет писать заявление вне режимного помещения, чтобы осуществлять видеозапись. Потому что в режимном помещении мы не можем это сделать. Вот чем отличаются сотрудники полиции от Следственного комитета. К сожалению. Значит, ну мы сделаем таким образом. Мы сейчас прекратим видеозапись. Значит, и все дружно к вам идем. Вы будете принимать заявление, да? А что будем делать тогда по поводу аудиозаписи? Вы же не можете у меня изъять телефон, чтобы проверить. Пишите. Основания для изъятия нет. Да. Но, соответственно, у нас есть федеральный закон о защите Густанова. Так. И, соответственно... А как мы его нарушим, если мы будем осуществлять аудиозапись? В чем будет выражаться наше нарушение, если я буду осуществлять аудиозапись? В случае его обнародования придется отвечать тому, кто это... А какие... Вот что конкретно я нарушу? Ну, вот в этом случае... Ну, я не знаю, как может... Какие сведения могут оказаться на этом... Никаких персональных данных, абсолютно ничего не уйдет. Будет конкретно обсуждение конкретной ситуации, которая известна уже достояние, так скажем, того же достояния общественности. Ничего нового мы никому не скажем. Здесь вопрос уже принципа и здравой логики. Мы вот об этом рассуждаем. Ее вот в наших словах, что вообще под ситуацией, пока нет. Потому что вы фактически... Я могу включить аудиозапись, вы говорите, что я могу быть привлечен. За что, непонятно. Ну, у нас досмотровые мероприятия, возможно, предусмотрены. Так, ну, уходит у меня телефон, ну и дальше что? Как вы? Вы будете проверять осуществлять у меня аудиозапись? Мы вас попросим его знать, вы откажетесь. Соответственно, учитывая, что вы уже намерены осуществлять эту запись... А если гражданин, вот я намерен, допустим, каждый из нас намерен осуществлять видеозапись. Вот так скажем, себя защищать. Вот скажите, вот гражданин сейчас, он об этом намерении не скажет, но это осуществить. Вы его пропустите, правильно? Пропустим. А если он скажет, что он намерен осуществлять аудиозапись, вы его не пропустите. В любом случае, в любом случае, общение наше будет находиться вне режимных помещений с вами. То есть уже, даже вот, уже конкретно в нашем случае, вы предлагаете нам... В приемной для граждан. Есть специальная. Есть, конечно, есть. Ну, у нас на втором этаже. Ну, то есть мы туда можем... Да, мы можем пройти туда, но опять же... Так мы нам... Вот в чем вся фишка. Пригласите нас в то помещение, я к чему вас все подводил. Пригласите нас в то помещение, где нет никакой государственной тайны, где мы можем спокойно, нормально осуществлять аудио и видеозапись. Владимир Юрьевич, я еще раз хочу предупредить о том, что с записью, с видео включенным, мы с вами не пройдем по этому коридору по нашему, мимо наших режимных помещений. Поль, а мы выключим запись и включим только в кабинете. Так возможно? Возможно, но для чего это вам нужно, я не могу понять, потому что буду участвовать в беседе. Я запрещаю снимать меня, запрещаю использовать мое изображение. Вы сейчас это проговорились, правильно? Да, использовать мое изображение в публичных целях. Понял. Мы это услышали. Куда-то выкладывали. Ваше пожелание мы услышали. Моих сотрудников. Вы употребляете своим положением, вы понимаете? Вы сейчас говорите, это гражданское правоотношение, вы вправе будете обратиться в суд. Вы сейчас свои хотелки пожелали, понимаете? Но это никак не связано с законностью. Я не могу понять вашего... Мы сейчас прекращаем видеозапись. Я спонялся с гражданином, с вашим позащитным, человеком, которому вы оказываете юридические услуги, для того, чтобы... Мы это все знаем. Но сейчас у нас это просто лирика и полемика. Давайте мы сделаем так. Мы уже пришли к тому, что мы делаем. Мы сейчас выключаем видеозапись, мы проходим в этот кабинет, и там мы спокойно, нормально фиксируемся. Потому что разницы никакой, разницы нет, что мы здесь общаемся, стоим, значит, что мы будем в кабинете. То есть мы сейчас фиксируемся спокойно. В кабинете мы запись так же не будем вывести. Так вы только недавно сказали, что это возможно. Написать заявление? Да. Вы как представляете? Вот мы сейчас с вами перейдем, будем писать заявление. Вам нужно зафиксировать, когда человек пишет заявление. Что он непосредственно. Хорошо. В этом ничего страшного. Все отлично. Видите, мы пришли к консенсусу. По-моему, ушел сверху, вправо, на верху. Ну, я пишу, что начальник, он начался. Начальник. Неверенца, вот и число, что вынешно, что вынешно, что вынешно. Число 18 по региону, 1022. Ну, а теперь, в принципе, в дальнейшем. Как бы, видите, все может прекращать. Потому что мы проследуем в кабинет, где уже подписывают. Первое, просто объяснение. Дорогие друзья, вот и наши путешествия на сегодняшний день закончились. Мы подали заявление в СССР и в собственную безопасность при ГУВД. Ждем теперь результатов соответствующих действий со стороны компетентных органов. И в ближайшее время, в установленном законном сроке, будет подана жалоба на постановление мирового суда. Она сейчас в процессе подготовки и скоро будет подана. По нашей информации, судебный участок, где судья Сарычев судит, устраивает судилище, на сегодняшний день, вроде как бы они в отпуске. Но эта информация еще пока не подтвержденная. Но вот такая вот информация нам поступила, решила с вами поделиться. Скоропостижно, после публикации ролика, судья ушел в отпуск. Но мы проверим эту информацию и обязательно скажем, подтвердим либо опровергнем эту информацию. Сейчас мы совершим звонок в судебный участок номер один Рамонского района, мировой суд. Судья Сарычев. Убедимся все-таки, достоверная информация нам поступила о том, что судья сейчас в отпуске, весь судебный участок. Судебный участок. Здравствуйте. Хотел бы уточнить, как можно подать жалобу на постановление в ваш судебный участок? Ну, а вы кто? Гражданин. Хотел бы... А срок когда истекает? Ой, срок истекает. Вот, я не помню, до 19-го числа, если не ошибаюсь. А, тогда под... Вы говорили по-гражданскому. Это административное. Просто что, или что, до 19-го числа мы получили жалобу. Вы получили. А к вам можно прийти и подать ее? Ну, в принципе, да. Можно. А судья не в отпуске сейчас? Ну, это какое отношение имеет к подаче жалоб? Ну, хотел бы просто уточнить, я спрашиваю, задаю вопрос. В отпуске. В отпуске. Скажите, пожалуйста, а на какое время, то есть с учетом отпуска будет назначаться судебное заседание? Какое судебное заседание будет назначаться? А, это подождите у нас, прошу прощения, нас районный суд уже будет рассматривать. То есть вы направите потом в районный суд, правильно я понимаю? Да. Я вас понял. Я просто немножко перепутал. Жарко просто, видимо, вот так. Скажите, а Сарычев с какого дня в отпуске, не подскажете? Ну, вам такая информация не нужна для подачи жалоб. Я согласен. Но с понедельника этой недели не подскажете? Я вам объясняю. Жалобу можете принести в любое рабочее время, то есть 19-го числа, если вступает у вас постановление 19-го. Я понял. То есть можно к вам принести наручную и вы примете, правильно я понимаю? Конечно. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Я прошу прощения, да, оговорился. Ну, жарко. Вообще устали уже вот эти поездки. Значит, действительно, судья Сарычев скоропостижно ушел в отпуск. И мы посмотрим, как мы либо нарочно отнесем эту жалобу на постановление, либо по почте. Блядь, на себя? Ты что, ебаный? Имеются признаки по вашим действиям преступления служебного подлога и превышения должностных полномочий. В курсе? Нет, не в курсе. Ну, мы не с вами взаимодействуем сейчас. Вы зачем? Вы вступиться хотите или что? Ну, тогда, если у нас будет вопрос, мы вам зададим. Вам не стыдно служебный подлог было совершать? Я действовал, согласен. То есть можно человека оформить, который не управлял процессом средствами? Управлял? Да. Атаку бардаку вас? Ну, наведете. Здесь я работаю недавно. Будет подано в Следственный комитет заявление по факту, значит, имеющегося признаку преступления должностных вот этих вот лиц. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» вас позвали качестве понятых данный водитель управлял транспортом бмв от него исходит запах алкоголя при вас мы сейчас его отстраним и попробуем продать может быть все будет хорошо да алексей то будет понятым то есть у кого есть желание красава выбирай воздух отказываюсь слышь отказывается понятые ты отказывайся или будешь дочь я тебя спрошу присутствие полет и может они пара лица я запомнил вот тебя тебя давай повтор давай 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 так не получится спортсмен давай 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 набери воздух еще разок давай 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 я даже не устраиваю нажать петрович я тебе нормально сказал я машину тебе отдам блядь давай нормально дурь не играйся давай давай куда ты будешь блядь на себе ты что ёбнул как шарик надувать ну да они в себя так и так и делаю на его кота сразу же ты сейчас вдохни а потом выдыхай то есть нет вот так видишь специалист молодец давай 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 на себя на себя идет она поддержите нас репостом лайком и комментариям обязательно распространить это видео где только это возможно